Музыка Он вернулся из будущего в прошлое, чтобы всем рассказать о том, что в будущем тяжелые танки будут не нужны. Его мощь настолько велика, что ему не нужен ни ваш мотоцикл, ни ваша куртка, ни ваши очки. У него все при себе. Виртуальная сеть Сербнет искусственно создала его, начав войну имб против обычных танков. Теперь мир будет расколот на две части. На тех, кто смирился с приходом апокалипсиса. И тех, у кого бомбанет. Ого-го. Все больше и больше этих машин будет появляться в рендоме, пока искусственный разум Сербнет полностью не захватит контроль над всеми 35-ю одинаковыми картами. Wafflentragen E100. Судный день. Скоро на экранах ваших компьютеров и ноутбуков. Всем привет, ребята! С вами Джофф и с вами снова рубрика Первый взгляд. И сегодня мы посмотрим на ПТСАУ, новую немецкую ПТСАУ 10 уровня Wafflentragen E100, которая будет введена скоро уже в патче 0.8.9. Эта ПТСАУ, ребята, как вы уже, наверное, без меня знаете, явилась причиной бадхерта у тысячи тысяч игроков из-за своей внешности, из-за своих характеристик. В комментариях под мейнстримом с общего теста 0.8.9 было озвучено очень много негативных мнений по поводу того, что что это за фигня, игра катится в полное Г, я уйду играть там в Марио, буду играть на Денди и больше не буду вообще заходить в мир танков. На самом деле, ребята, перед тем, как я начну комментировать данный бой и обсуждать ТТХ этой ПТСАУ, хотелось бы немножечко лирики рассказать вам. Многие из вас очень много говорят по поводу того, что этой ПТСАУ не было в реальности, что это какой-то звездолёт, что это абсолютно бумажный проект, которого, возможно, никогда бы не существовало, даже если бы история повернулась иначе. Германия, не дай бог, конечно, победила. Я хочу вам, ребята, сказать, что на самом деле Wargaming со своей стороны абсолютно прав, вводя вот именно такие танки. Они пытаются разнообразить геймплей и по-своему они молодцы. Нет ничего плохого в том, что они вводят вот такие вот необычные машины с необычным геймплеем. На самом деле, намного хуже, когда они вводят одинаковые танки. Объект 140, яркий тому пример. Китайские танки, яркий тому пример. Британские СТ, яркий тому пример. Да, в принципе, и британские ТТ тоже, которые довольно-таки похожи на американские. Это яркий пример того, что танки, ну, скучные, потому что для нас, для уже опыта игроков, они не интересны. По той просто причине, что мы это уже где-то ели, где-то это мы уже проходили. Покатавшись на Т110Е5, не особо интересно качать британский тяжелотанк 10-го уровня. Поэтому, понятное дело, разработчики пытаются нас чем-то удивить. Как-то разнообразить геймплей этой игры. И они вводят вот такие вот бумажные проекты. Вот. В этом плане, они молодцы. Есть просто другая проблема. Проблема состоит в том, что они балансят вот такие вот танки вообще, ну, как, на мой взгляд, в отрыве от реальности. Потому что, например, эта ПТ-САУ, это, наверное, самая жестокая имба, которую я видел в этой игре за два последних года. То, что может она, не может вообще никто просто в этой игре. Просто у нас есть в игре небольшая, ребята, проблема в том, что новые танки, они балансятся в отрыве от старых танков. Давайте приведу вам просто два примера. Т57 Хэви и АМХ-50Б. Любому здравомыслящему человеку понятно, что Хэвик на голову превосходит 50Б. Но почему тогда не апнули 50Б, да, к примеру? Почему не сделали Хэви плюс-минус таким же, как 50Б? Понятное дело, что это два конкурента. Просто у одного танка есть свои плюсы и минусы, у другого свои плюсы и минусы. Но при этом у Хэвика плюсов намного больше, чем минусов по сравнению с 50Б. Но при этом мы имеем то, что имеем. Опять же, любому человеку понятно, что Т95 проигрывает любой ПТ-САУ 10 уровня на нынешних картах с нынешним геймплеем. Но, тем не менее, никто не собирается ее апать. И последний пример, ребята. Вы все знаете, что такое Маус Ган, вы все знаете, что такое Маус. Я не буду даже трогать этот танк, просто затронем орудие. Когда-то Маус Ган был вполне нормальной альтернативной пушкой. И мог конкурировать с пушкой И-7, 130-мм корабельный. Но прошли времена, и сейчас появилось очень много плазмоганов, очень много других орудий. Но при этом Маус Ган, как было у него 245 пробития, самое низкое на низком уровне. Как была у него неважная точность, так, в принципе, оно все и осталось. И никто не собирается это исправлять. И даже учитывая, что поменяли нормализацию, или какие-то танки, там, может быть, с хорошим бронированием, типа китайского 113-го, Маус Ган никто править не хочет. И это, я считаю, ребята, действительно большая проблема. То, что новые танки, пусть они вводятся, да, там, с... Пусть чуть-чуть более хорошими характеристиками, так поднимите старые танки. Но почему-то старые танки никто не поднимает. Вот это, ребят, я считаю, проблема. На самом деле ничего плохого не происходит. Я лично рад вводу новой немецкой ветки ПТ-САУ. Главное, чтобы их нормально забалансили. Главное, чтобы, например, вот эта ПТ-САУ во Френтрагене 100, чтобы она не заменила с собой все остальные танки. Она может. Вот вы сейчас видите, что я в течение этого боя, вот, например, просто подъехал и убил С110-го уровня. Вот для этой ПТ-САУ убивать один на один просто в одни ворота любой танк 10-го уровня, это нормально. Потому что характеристики у нее просто имбалансные. Как я уже говорил в своем стриме с общего теста, 3-400 урона с барабана. 3-400, ребят. Любой С110 уходит. Батчата могут даже два уйти с одного барабана. Вы сами это понимаете. Если там хороший дамак пройдет в каждом выстреле, могут уйти даже два. Вот. Что еще? Отличный обзор. 420 метров. До этого 420 метров были только у ПТ-3, если я не ошибаюсь. То есть, американцы были известны своим хорошим обзором. И это, собственно, была их фишка, как и у ВН, хорошая. Теперь же такой обзор есть у этой ПТ-САУ 10-го уровня. Я считаю, что это перебор, на мой взгляд. Дальше. Динамика. Динамика хорошая. Динамика примерно на процентов на 25 лучше, чем у Е100. Хотя танк сделан на этой базе, и движок одинаковый, и масса, если не ошибаюсь, тоже примерно одинаковая. То есть, проходимость у танка лучше. Дальше. Башни вертится быстро и очень хорошо, в отличие от того же Е100, например, да, или Мауса. Дальше. Точность. Точность офигенная. Точность, как у Ягдтигра, потому что пушка такая же. Дальше. Огромный дамаг. Точность, подвижность, обзор. Все. Что еще нужно? Вы сейчас видите, что я убил ФВшку. Выцеливаю своего собрата, вражескую вафлю. И вы смотрите, она просто уходит. Все. Выехал с полным барабаном, убил одного, убил другого. Вот на что способна эта Фатасау. Это такой зверь, что я более чем уверен, что его еще будут нерфить. Так что мы, скорее всего, при релизе увидим, ну, не настолько нагибучую машину. Что же могут ребята понерфить? На мой взгляд, первое, что надо понерфить в этой Фатасау, это обзор. То есть 420 это перебор. Я бы оставил, учитывая все остальные ТТХ, просто сумасшедшие, я бы оставил 400 максимум. То есть я понимаю, что разработчики, они руководствуются той логикой, что у Фатасау с открытыми рубками должен быть лучший обзор. Поэтому вся ветка новых немецких ПТ, она с хорошим обзором. Это понятно. Новый проблем, ребята. Но 420 это реально перебор. Я должен сказать, что это, такой обзор должен остаться фишкой американских танков. И его нельзя так разбазаривать и раздавать всем направо-налево. Это мое мнение. Дальше, я думаю, возможно, понерфит проходимость. И динамика будет примерно как у Е100. Потому что давать и обзор, и динамику, и еще мощность, ну, блин, перебор. Дальше, я думаю, порежу чуть-чуть обзор, чуть-чуть порежу динамику, то есть проходимость. Что еще? Думаю, точность. Я бы даже оставил разброс, оставил бы, какой есть, 0.29 на 100 метров. Но при этом понерфил бы скорость сведения и стабилизацию при повороте башни. Вот это, я думаю, было бы довольно-таки правильно. Вот. Это бы все забалансило эту ПТ-шку, ну, плюс-минус наравне с другими. И у нее есть очень такое хорошее преимущество, к примеру, венч перебоя, что меня не раз спасало. Она при своем огромном дамаге, при своем барабане на много-много снарядов, она просто ваншотит из-за орудия арты. Это очень серьезное преимущество. Вы сейчас видите, что я просто не перезаряжаюсь, раздамаживаю и практически там не сводясь, убиваю вражескую вафлю. Вот. Она ваншотит арты. То есть вы сами, наверное, прекрасно знаете, что бывают в бою такие случаи, когда ты, допустим, на 110-ке выкатываешься на арту 10 уровня, стреляешь и оставляешь ей там лоу хп. И она тебе в ответку дает или фул дамаг, или ваншотит, или так далее. И, то есть, бой проигран, хотя ты шел на Колобанова. С этой потасау такой не проканывает. Вы сейчас видели, что я весь бой ездил, стрелял и, в принципе, конечно, понятное дело, что это тестовый сервер, что тут играют 45-процентные клац-клацы. Но все равно, оцените мощность этой потасау, она просто нереальная. Просто unbelievable, да, как говорится. Вот, сейчас я подкатываю, сейчас будет уже концовка боя, мы посмотрим на результаты. Вот, но я думаю, ПТ-шку эту будут нерфить, и нерфить будут жестоко. Потому что при всем моем любви к нагибу, нельзя выпускать на основу такой несбалансированный танк. Смотрите, выехал, дал дамаг, там что-то дальше, какая-то арта светится. На ходу, просто на ходу, точность настолько офигенная, что на данной ПТ-шке можно стоять на ходу. И что же у нас вышло? 3710 опыта и 66 тысяч денег. Мастер, воин и прочие плюшки. Посмотрим на урон. 6831. На самом деле, для этой потасау это не супер большой урон. Это всего лишь, ребята, чуть больше двух барабанов, выстреленных мною. Да, понятное дело, их надо реализовать, но это не супер-пупер много. А сейчас, ребята, я хочу вам показать еще три небольших коротких момента в трех разных боях, чтобы вы представили всю мощь этой потасау и офигели так, как офигел я. Итак, этот фрагмент я назвал «Рашащий СТ». Итак, смотрим. Я подъезжаю к камню, спокойно себе становлюсь, чуть-чуть вдалеке светится Т-62А. Вот он прямо у нас на подъеме, вы видите, да? Он пытается там куда-то подъехать, поджаться под мои вот эти камни, чтобы рентгеном просвечивать и, в принципе, и так от этого играть. Потому что есть две арты. Он летит, 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 я перезаряжаюсь, начинаю раздамаживать. Раз, два, три. Не получается, может, он заезжает, но я решаю выезжать и рисковать. И при этом, смотрите, выезжаю. Три и четыре. Все. Четыре снаряда и СТ-шка-труп. О чем это говорит? Это говорит о том, что любая СТ-шка десятого уровня, девятого, десятого, неважно какого, натыкающаяся в темном переулке на эту потасау и спрашивающая у нее, если у нее прикурить, она просто отправляется в ангар. И тут никаких вариантов для нее нет. Вот этот фрагмент, ребята, я назвал Танкующий Фодж. Выкатываемся на карте Северогрузка наверх. Тут вылазит Фодж. Он очень опасный. У него очень страшный барабан. У него хорошая броня. Вот тут я в него стреляю. Происходит рикошет. Потом садим его на гуслю. Еще раз садим на гуслю. Еще один выстрел. И все. Такой коротенький момент, который назывался Танкующий Фодж. Вот, конечно, танковал бы, может быть, немножечко не совсем правильно. Но, тем не менее, вы убедились, что Танкующий Фодж против Танкующего Вафли Е100 это просто сладкий фраг. Этот фрагмент, ребята, я назвал Бодрые Тяжики. Итак, карта Степи. Какая-то часть наших аргатых друзей зеленого цвета продвигается в ущелье. Я остановлюсь на стандартную позицию и жду, когда с вражеского ущелья на той стороне начнут выкатываться тяжи. Как вы знаете, обзор у меня хороший, плюс мне будут подсвечивать мои союзники, так что, скорее всего, по кому-то мне удастся пострелять. Я сижу себе, высматриваю, покуриваю сигарету или сигару, там, да, немножко выпиваю и выкатывается ИС-4. Тяж 10 уровня. И смотрите, что с ним происходит. Он выкатывается, он выкатывается, он поиграл, выкатывается за ним ФОЧ, ПТ 10 уровня. Она играет, ей все очень хорошо. И, собственно, что только что произошло? Только что я сделал минус один танк 10 уровня и оставил лоу хп еще один танк 10 уровня. Я не знаю, что еще сказать по поводу этого танка. Я очень сильно удивлюсь, если он при релизе будет хоть примерно таким же. Я надеюсь, что его понерфят. Вот, поэтому надеюсь, что его понерфят, но при этом, при всем, хочу вам сразу сказать, ребята, что когда она появится на основе, даже в понерфленной, даже там у нее будет хуже свиение, хуже точность, хуже обзор, я все равно сразу себе ее выкачу. Раньше я делал так, что я качался, допустим, там до 7 уровня и потом проходил все постепенно и делая постепенно гайды. Но это, наверное, тот случай, когда я переведу себе там 400 тысяч свободного опыта и сразу задоначу. Потому что, действительно, танк уникальный, удивительный и второго такого пока что в игре просто нет. На этом, дорогие зрители, я с вами прощаюсь. Если вам был интересен мой первый взгляд, жмите лайк, подписывайтесь на канал. И, наверное, или в конце этой недели, или уже в начале следующей недели, мы посмотрим в первом взгляде на следующую немецкую потасаву, потасаву 9 уровня. И посмотрим, что она может, как она нагибает, стоит ее нерфить или, может быть, стоит апать и так далее и тому подобное. И вот сейчас Е100, скорее всего, отправляется в ангар. Да, дед, как ты же отправляешься в ангар. Ну, а след за ним мы, наверное, закругляемся, да? Да, до свидания, Е100. И, в принципе, до свидания, дорогие зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова